Исламский образовательный портал assunna.ru представляет какие сифры, какие качества были у пророка Аллахи Салату Ассалам. Те страны, европейские страны, которые законом делают брак между двумя мужчинами. Представьте себе, две мужчины в пастели. Кто эти такие? Разве они достойны от степени, например, хайвана? Нет, конечно. Хуже этих двух людей кто может быть? И президент Франции дает разрешение. Они законом делают, чтобы две мужчины или две женщины женятся. Там же не рождаются дети. Мужчина не рожает детей. Женщина тоже, если не приближается к мужчине, не рожает детей. И число этих европейцев уменьшается. И там умножаются, приумножаются мусульманы. Вот это зависть. Покоя им не дают. И они что хотят? Унизить мусульман. Это не получится. Всевышний Аллах не даст, иншаллах, унизиться нам. Но что нужно нам? Нам нужно объединение. У нас обычно пошло такое, что мы очень стараемся критиковать, порицать одно течение, других течение. Это недопустимая вещь в сегодняшний день. Сегодня нужно все оставить. То, что между нами, мир там кругом, там узком кругу, мы можем вот это все делать. Решить эти вопросы. То, что касается общего, нам нужно обязательно объединиться. И вот на эту тему, именно на тему вот этих карикатур, муфтий республики Ахмад Хаджи Абдуллаев послал вот это послание, обращение. Бисмилляю рахмани рахмани рахмам. Всевышний создал на земле народы и племена, чтобы они творили добро друг другу и отличались своим благочестием. То есть это обращение муфтия к всем народам. Термин религиозный должен включать в себя все степени развития личности, воспитанность, благородство, интеллигентность, сочувствие и сострадание. Но ни одно из этих качеств не включает в себя такие низкие понятия, как сквернословие, пустословие, смехотворство. Я знаю немало журналистов, с большой симпатией отношусь к этой мужественной профессии и считаю, что для журналистики присутствует, то есть что доля журналистики присутствует в каждой проповеди имама, выступления теолога. Но никак не могу понять связи между оскорблением над смехательством, над святыми, имеется ввиду, пророками, которых нет на этой земле почти 1500 и 2000 лет. И профессией. То есть я не знаю, говорит, какие связи между этим, которые должна освещать, то есть профессия, которая должна освещать, информировать, где-то даже расследовать. Надо признать, то, что сейчас распространяет Франция, это не газета, это оскорбительный визу мусульманской общины, а также всей разумной части человечества. И якобы марш мира, проведенный в этой стране, это на самом деле подкрадивающиеся шаги войны. По крайней мере, они хотят, чтобы так было. Думаю, нет необходимости рассказывать о том, что сейчас очень тревожное время, и в мире наступила пора смут. Это очевидно для всех. Не стану утверждать, что искренне верующим людям было когда-то легче, чем сейчас. Нет. Просто, может, время было не такое скоростное. Не было интернета, мобильной связи. Поэтому, прежде чем информация распространялась по миру, она успевала порядком отстыть. Невежественной, ущемленной толпы во все времена было предостаточно. И она то и дело маршировала, митинговала, кидалась камнями и верующих. Камни порой отличались. Иногда они были из твердого металла, причиняющие физическую боль. Иногда из свинца, причиняющие смерть. Иногда из слов и карикатур, ранящие наши сердца. Вот таким образом всегда против ислама что-то было, он говорит. Наша умма пережила много разных состояний, но главное достоинство верующих в их терпение и мудрость. Я уверен в том, что эти два качества станут магнитами, имеется в виду терпение и мудрость, станут магнитами, способными притянуть благородных, интеллигентных, порядочных людей в ислам, так как именно ислам является последней авраамической религией, которая объединяет все конфессии. Французская пиар-акция послужит им обратную услугу. Наоборот, противостанет, против них говорит, по воле священного. Она станет толчком для верующих, для этнических мусульман, для потенциальных мусульман всего мира к более тщательному изучению жизни самого благородного из нас пророка Мухаммада, алейсалату вассалам. Вот такое единение верующих в Дагестане, в России, во всем мире, и будет достойным ответом тем, кто в угоду сатане поддерживает и рисует карикатуры на святых. То есть он призывает к объединению. Вот это как раз таки ответом будет для этих людей, он говорит. «Мольба к Всевышнему – вот наше главное оружие и средство достижения поставленной цели. Да поможет нам Аллах и защитит от коварства и хитросплетения этого мира с надеждой на Всевышнего, нуждающийся в Его милости, раб Аллаха Муфти Дагестана Ахмад Хаджи Абдуллаев». Вот это обращение он делает. И, конечно, мы обязаны любить друг друга. Мы обязаны объединиться. Объединиться. У нас, если есть какие-то разногласия, мы можем, согласно книг, прийти к одному. Нам нужно объединиться, чтобы противостоять этому злу. Этим мразьям, о котором мы говорили, которые находятся в одной постели мужчины и женщины вместе с друг другом. Ассаламу алейкум, рахматуллах и баракату.